Во Франции на одном таком достаточно крупном международном симпозиуме один из моих коллег выступил на этом симпозиуме с такой жесткой и беспощадной речью в адрес нашей страны. Моей, его страны, нашей страны. И я вдруг обратил внимание, что сидящие в зале французы испытали какой-то дискомфорт. То, что мне было стыдно и моим коллегам было стыдно, и мы опустили глаза, потому что такое было впечатление, что на нас были уши от грязи. До этого выступал африканец один, который говорил о проблемах, что такие, такие есть проблемы. Но он говорил достойно, и там проблемы, наверное, не меньше, чем наши проблемы. Какая-то маленькая страна, не помню, африканская. А здесь человек рассказал так ужасно и так дурно об этой стране, которая действительно была в тяжелейшем положении, о нашей стране. Вот такой полив на отечество, он нормальный, на ваш взгляд? Он характерен. Он характерен. Причем он особенно характерен для так называемой советской интеллигенции. Заметьте, что вот есть такое странное выражение простые люди. Мы с вами не простые, конечно, мы какие-то, так сказать, особые. А вот простые, это те, которые грузовики водят, там, в шахту лазят. Это вот простые. В нашем таком пролетарском государстве мы так выражаемся интересно. Простые люди свою страну так не поливают. как-то не слышно. Иногда они поливают правительство, они поливают начальство, да. Но страну свою нет. А вот интеллигенция, так называемая, она с особым сладострастием и удовольствием это делает. Причем, чем лучше живут, тем с большим удовольствием. А те, которые, например, ездят, особенно много, вот они это делают кромче всех. Или работают за границей. Или работают. Вот тут уж просто они неудержимы. Я вам должен сказать, что я с трудом, даже сейчас с вами говорю на эту тему, с трудом сдерживаюсь. Я не понимаю, как это можно делать. Если бы речь шла о режиме, у меня не было бы, так сказать, этих возражений. И вот, когда это делают перед иностранцами, вероятно, хотят выглядеть, как такие свободомыслящие, смелые люди. Посмотрите, как я критикую свою страну, не понимая, как вы, конечно, уже мне дали понять, что эти-то иностранцы с отвращением слушают эти слова, потому что они не могут, как это может быть. Но когда просто дома, с презрением, ко всему, разве у нас балет, разве у нас кино, разве у нас это, все у нас ничего. Ничего. Просто нуль. Это я не понимаю, что это так. Это болезнь. Это болезнь. Причем я хочу еще раз сказать, что чем выше человек, чем больше он имеет, тем с большим удовольствием он это делает. В том числе, я хочу это подчеркнуть, люди, которые причисляют к себе, себя к интеллигенции. А вы когда-нибудь у русской интеллигенции читали что-нибудь подобное? Вот недавно я читал статью в какой-то степени человека, повлиявшего на мою жизнь, статью академика Павлова. Просто потому что я пошел в физиологию из-за увлечения учением Павлова. Называется, кажется, «Освойство русского ума», где он очень тонко разбирает, что такое русский ум. Критически, но с любовью, понимаете. Вот одно дело, душа болит, но потирать при этом руки, говорить об этом с удовольствием.